Перестановка чисел от 1 до 1 – это эти самые числа, выписанные в некотором порядке, будут этого придерживаться. Ну, и здесь возникает масса, естественно, вопросов. Есть у вас перестановка, которую можно мыслить просто для наглядности, как полка, на которой последовательно расставлены тома н-томного сочинения с номерами 1, 2 и так далее, n. Итак, н-томное собрание сочинений, я напишу конкретный какой-то порядок. И хочу привести эту ситуацию в непорядок. Расставить все тома в порядке. Разрешенная операция – это обмен двух соседних домов. Давайте, например, в этом конкретном случае найдем наименьшее количество операций, необходимое для перехода отсюда сюда. Ну, а затем попробуем сформулировать общий факт для любых перестановок. Чисел или домов с номерами 1, 2 и так далее. Какое-то меньшее количество операций, указанного где-то нужным, чтобы отсюда перейти сюда. Старт, финиш. Ну, это наши одномерные с крестиками и ноликами. В общем, родственная задача. Там были объекты двух типов – крестики и нолики. Выстроенные в ряд, выстроенные в строчку. Выписанные в строчку. Ну, а здесь у каждого дома свой индивидуальный номер. Вот в чем разница. Да? Поэтому мы можем постараться применить идеи, которые у нас там встретились. Например, следующее. Помните про сумму номеров крестиков? Вот можно попробовать и так же проследить, насколько меняется номер каждого тома в процессе операции. Меняется он, понятно, что либо на деличку, либо плюс один, либо минус один. То есть если вы меняете два номера каждого, либо потерпевает, либо плюс один, либо минус один. В конце концов, томс номер один должен оказаться на первом месте. По крайней мере, в одной операцию точно должен участвовать. Томс номер два должен оказаться на втором месте. Так что он должен совершить пять перемещений. Томс номер три. Ну, не знаю, возможно, или нет, но по крайней мере, он уже на своем месте. И так далее. Давайте вычислим сумму заведомо необходимых перемещений для каждого тома. Пятерка, четверка должна хотя бы одно перемещение, пятерка хотя бы одно, шестерка хотя бы два, семерка, ну, сколько, хотя бы шесть, и восьмерка хотя бы два. Все, что я насчитал, наверное, надо поделить пополам, потому что за одну операцию у нас происходит перемещение двух, там, да, один влево идет до единичек, один вправо. Я получил следующую оценку. Нужно хотя бы девять операций. Вот как вы считаете, эта оценка, что называется, точна или нет? Можно ли реально выполнить девять операций и прийти от этой начальной обстановки к этой конечной? Я честно следил за количеством необходимых перемещений каждого тома. Давайте, чтобы, может быть, ответить на этот вопрос, с другой стороны подойдем к задаче. Просто предъявим алгоритм, который будет выстраивать наши тома по порядку. Предложите простой алгоритм, первое, что придет в голову. Как бы вы переставляли эти тома? То есть, проверяем два соседних тома, если правый том меньше левого тома? То есть, любые два. Вот вы, например, возьмете это пять и четыре, да, и поменяете места. Если пятерка, пятерка левее, но больше четверки, да, и вы будете обменивать места и так далее. Сколько таких операций вам придется сделать? Можно даже еще лучше прикинуть. Не знаю, лучше или нет, по-моему, вы говорите оптимальный алгоритм. Просто более такой регламентированный вариант того, что вы говорите. Может быть, взять и единичку сначала поставить на свое место. Затем двойку перегнать на свое место. И вот последовательно все числа сгонять на свое место. После того, как единичка пришла на свое место, вы потратили одну операцию и получили такую перестановку. Тогда после этого про единичку можно забыть и перегонять двойку на свое место. Вот она совершила раз, два, три, четыре, пять. Еще пять операций, после чего двойка у вас на своем месте. Далее осталось разобраться с шестью. Тройку перегоняем на свое место, потратили одну операцию, зато один, два, три уже на месте. Четверка, две операции, еще немножко, и мы все их расставим на место. Пятерка, одна операция, все на месте, с исключением последних трех. Шестерка, две операции, ну и семерка, восьмерка уже будут в порядке. Итого, давайте сосчитаем, сколько мы тут затратили операций. Шесть, девять, двенадцать. Вот, то есть мы сделали оценку на девять, доказали, что больше равно девяти операций потребуется. Но, с другой стороны, вот этот алгоритм, который, ну, как бы вы сказали, претендует на то, чтобы быть оптимальным, здесь затратили двенадцать операций. В чем же расхождение? И какую из этих частей нам придется улучшать? Скорее всего, это соценки, да? Скорее всего, про нее можно подумать, что она не точна. Да, и будет больно хорошая. Вряд ли, может, что-то улучшит. Это, например, предполагание, что тройка остается. Вот, вот вы очень хорошие вещи говорите, вот я для этого не поленился выписать, и вы правильно абсолютно говорите. То есть, например, в перемещениях, когда мы их считали до тройки, мы ничего не насчитали. То есть, как будто бы она могла все время на своем месте оставаться. Но, на самом деле, в процессе этого алгоритма пришлось двигать тройку. В шаге пришлось сдвинуть тройку. А могло ли произойти так, чтобы тройка вообще не двигалась? Давайте подумаем, почему действительно придется двигать тройку? Вот, вот, совершенно верно, да? То есть, вот эта семерка, она должна в какой-то момент через тройку пройти. То есть, она изначально левее тройки, а в конце она должна быть правее. Поэтому, вот, улучшим наше рассуждение. То есть, перемещение – это неплохо, но дает неточную оценку. А что же даст точную оценку? Может быть, как раз вот число таких пар, да, правильно? Которые друг через друга обязаны будут переходить по этой тройке и семерке. Мы приходим к формальному определению того, что называется иногда беспорядок перестановки или инверсией перестановки. Тут разные слова употребляются. Так, спасибо. Спасибо.